Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ЛТВ. В студии Ксения Бриллиантова. И сегодня в программе. Труба зовет. Уличным торговцам Серпухова глава городского округа Дмитрий Жариков предложил перебраться под крышу. На грани экологического коллапса. Фенино Серпуховского района не вывозит бытовые отходы, а канализационные стоки выливаются на улицу. Профессиональная схватка. Учитель русского языка и литературы 7-й школы Ирина Лавринович прошла в финал конкурса «Педагог года Подмосковья». Дело в трубе. Жителям Серпухова, которые несколько лет устраивали несанкционированную торговлю на улице, власти предложили узаконить рыночные отношения. Глава городского округа Дмитрий Жариков встретился с людьми в местном отделении партии «Единая Россия» и предложил им перебраться на новое место, с которого сотрудники полиции теперь уж точно не прогонят. Городоначальник пообещал торговцам, что уже совсем скоро для них будет выделен отдельный павильон на территории рынка труба. Андрей Маняхин продолжит тему. Дмитрий Жариков сразу же расставил точки над «и», чтобы у собравшихся не было излишних иллюзий. Он напомнил или скорее сообщил торгующим на улицах жителям о том, что ни в одном нормативно-правовом документе нет термина «блошиный рынок». По его словам, подобная стихийная торговля не только противозаконна, но и чревата серьезными последствиями для здоровья потребителей. А давайте мы с вами на секундочку представим, что покупатель, житель Серпухова приобрел у девушки игрушку, а ее ребенок заразился чесоткой. Возможен вариант? Возможно. Теперь давайте так, кто-то приобрел старую обувь и заразился грибковым заболеванием. Возможно? Возможно. Самовары, книги, посуда и многое другая утварь с приставкой «БУ» обосновались рядом с рынком труба. Теперь же все это полетит в трубу. Причем в хорошем смысле этого слова. Между администрацией города и владельцем рынка уже достигнута договоренность о том, что на территории комплекса для торговцев старыми вещами выделят отдельный павильон. Предварительная встреча с собственником объекта была с согласием. На настоящий момент получено. Но нам нужно еще проработать юридические вопросы организации данной торговли и со стороны собственника объекта, и непосредственно со стороны инициативной группы. По большому счету у собственника объекта лишь одно пожелание. Чтобы на территории, где будет продаваться всяческий антиквариат, поддерживались чистота и порядок. Глава администрации также заострил внимание на ассортименте продаваемых товаров. Каждому из вас будет выдана карточка, либо как-то еще мы вас идентифицируем, извините за терминологию. Но если кто-то из вас будет торговать излишками белорусской продукции, либо отрезами ткани в рулонах, мы с вами всякий разговор прекращаем. В ближайшие дни чиновники организуют дополнительную встречу инициативной группы торговцев с владельцем рынка, на которой будут обговорены все нюансы сотрудничества. И уже совсем скоро творением Гарри Мура, Софии Ротару и многим другим товарам не будут страшны ни снег, ни зной, ни дождик проливной. Мы даже не ожидали, что глава администрации пойдет нам на встречу и разрешит торговать вот в этой трубе, которая все равно не использована же, пропадает зря. И мы просто очень ему благодарны за то, что он нам разрешил, понял наши проблемы, пошел на встречу и разрешил нам в этой трубе торговать, тем более бесплатно. Мы просто не ожидали такого подарка от него. Немного перефразируя слова известной песни Игоря Суруханова, можно сказать «Дорогие мои старики, мы еще поторгуем». Ногинский пруд в этом году продолжит благоустраивать. Место отдыха жителей в администрации города обещают сделать уютным и безопасным. Уже сейчас на территории ведутся работы по установке дополнительного освещения. К началу купального сезона здесь появится охрана. Особое внимание чиновники уделят детскому отдыху. Все объекты, представляющие опасность и угрозу здоровью, решено ликвидировать. Были жалобы, проблемы и опасения, что дети ныряют с крыши вот этой вышки, поэтому мы ее демонтируем, потому что существует опасность. Там, видимо, есть бетонное такое сооружение, на которое они могут сорваться и упасть. Комиссия во главе с Олегом Сотником проинспектировала территорию, которая прилегает к Ногинскому пруду. До открытия купального сезона здесь почистят как сам водоем, так и прибрежную зону. На пляж завезут новый песок и установят лежаки. Работы планируют закончить даже раньше намеченного срока. Жители города смогут оценить благоустройство уже в конце мая. Оставили без помощи. Власти Серпуховского района не обращают внимания на жителей брошенного военного городка Фенина. Твердые бытовые отходы из площадки для сбора мусора не вывозятся месяцами. Аварии на канализационных сетях не прекращаются. Местные жители опасаются, что в городке может разразиться эпидемия. Развитие темы в репортаже нашего корреспондента. Вот так сегодня в деревне Фенина выглядит площадка для сбора бытовых отходов. Контейнерной ее не назовешь, поскольку мусоросборников здесь нет. Пакеты с мусором люди бросают прямо на землю. Избавиться от стихийной свалки, с которой начинается Фенина, не помогло и вмешательство надзорных органов. Поэтому жители стали скидываться на вывоз мусора. Однако экология в военном городке от этого не улучшилась. Ситуацию усугубили постоянные протечки в канализационных сетях. Прямо из-под дома вытекает. Канализация не откачивается. Олег Викторович – кадровый офицер. 26 лет укреплял военное могущество доблестных вооруженных сил. Сегодня старается поддержать жизнеспособность бывшего военного городка. Невесело шутит пенсионер. Канализация двухэтажек. Уже два года не работает. Но она как-то терпела-терпела там где-то год, а потом пошла через верх. Здесь вот и проходит она вот от того колодца, идет и уходит. Вот мы пытаемся ее отвезти хоть в лес куда-то, чтобы у домов не было вот этой гнили, запахов вот этих комаров. Но запахи с потеплением Фенина все неприятнее и ощутимее. Жители не знают, куда уже обращаться. Мусор не вывозят. Канализация у нас на данный момент вообще не работает. Единственное, что у нас подается тепло и вода холодная. Горячей нет. В наши дома горячая вода не подается. Мусор весь вот он сейчас весна. Сейчас здесь будет полный рассадник микробов, бактерий и всего прочего. А здесь, кстати, проживает много детей. И маленьких детей, грудничков. У сотрудников надзорного органа с управляющей компанией сейчас идут судебные разбирательства. Коммунальщики занимаются обслуживанием только одного из пяти домов бывшего военного городка. А освобождать от бытовых отходов всю территорию Фенина управляющая компания не собирается. Потому как за вывоз мусора местные жители не платят. Квитанции не приходят по коммунальным услугам по той простой причине, что мы никому не принадлежим. Вы сейчас ничего не оплачиваете? Нет, потому что никому. Ситуация парадоксальная. С ее решением не торопится и глава Серпуховского района. Хотя в соседнем Чеховском не побоялись сложностей и военные городки взяли под крылом муниципалитета. О проблемах с вывозом мусора и протечках канализации здесь уже забыли. И физики, и лирики. В Московской области выбирают лучшего учителя. Два этапа уже позади. Ирина Лавринович из 7-й Серпуховской школы попала в пятерку лучших преподавателей Подмосковья. Она и еще 4 педагога продолжат борьбу в заключительном этапе областного конкурса за звание Учитель года 2017. Учителем Ирина Лавринович мечтала стать с детства. После Серпуховского педагогического училища окончила пединститут имени Крупской. И вот уже 20 лет преподает в школе русский язык и литературу. Материал каждого урока старается подать детям доходчиво и интересно. Создание урока – это творчество. И каждый новый урок, он отличается от урока предыдущего. И в этом уроке обязательно есть и что-то интересное, и что-то важное, и что-то скучное, рутинное. Но это необходимо для того, чтобы навык был приобретен. Ученики Ирины Владимировны успевают и нужные навыки приобрести, и получить удовольствие от общения и процесса обучения. Я думаю, это великолепнейший учитель, мастер своего дела, у нее очень интересные уроки. Она всегда поможет в трудную минуту, в организационных каких-то вопросах или в учебном плане. Ирина Владимировна – это очень хороший учитель, веселый, доброжелательный. Она всегда сияет на уроках, когда что-то рассказывает. Видно, что учитель любит свою работу, пытается преподнести нам просто ее на невероятном уровне. Наш учитель русского языка всегда поможет нам в трудной ситуации, когда нам нужно что-то сделать, даже не связанное с русским языком. Бывали такие ситуации, когда нам нужно было поздравить учителя с 8 марта, и она нам помогала. Помогала нам готовиться к предстоящим экзаменам. На третьем этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» пяти лучшим педагогам области предстоит встретиться за круглым столом с министром образования. Встреча пройдет в середине апреля. Главное – продемонстрировать лидерские способности. Коллеги Ирины Лавринович убеждены, что она достойно представит педагогический коллектив на любом уровне. Молодой, талантливый педагог. Я не знаю, энергия невероятное количество. Я не знаю, где она берет время быть прекрасным классным руководителем, быть активным членом коллектива. Я считаю, что победа была достойная. Достойный человек получил достойную награду. Имя педагога-победителя, который будет представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе 2018 года, озвучат только осенью в канун Дня Учителя. Журналистика со школьной скамьи. Юные серпуховичи успешно выступили в Москве на молодежном фестивале «Пингвины-пера». Команду школьников и студентов представляла газета «Серпуховские вести». Фестиваль длился три дня. За это время его участники успели освоить навыки работы в режиме нон-стоп. Во время конкурса начинающие корреспонденты самостоятельно писали статьи и оперативно размещали информацию на редакционных стендах. Ребята привезли в Серпухов сразу несколько наград. Инна Шенина встретилась с победителями. Елизавета Солоненко написала статью об открытии фестиваля в стиле фэнтези «Пингвины просто так крыльями не хлопают» и получила за нее грамоту и специальный приз – стажировку в издательском доме Подмосковья. Надеюсь, что я очень понравлюсь людям из издательства и меня в дальнейшую возьмут туда на работу. На фестиваль «Пингвины-пера» приехало 40 команд со всей России. Среди городов участников Южно-Сахалинск, Пермь, Екатеринбург, Нальчик, Вологда, Серпухов и другие. Программа была рассчитана на три дня. Ребята получали задания и сразу приступали к работе. Наполняли материалами специальный стенд. Писали обо всем происходящем на фестивале. Ты должен сам придумать эту тему. Ты должен сам придумать, в каком жанре ты ее подашь. Ты должен сам придумать, у кого найти интервью. Учитывая, что они все находятся в замкнутом пространстве, задача очень сложная. Для того, чтобы найти что-то интересное, это интересно подать. Вот в одном зале работали примерно 200 человек. То есть, ну, это вообще был совершенно такой улей. Лучшую страницу в Инстаграм, по мнению жюри, создали в день открытия фестиваля. И максимально раскрутили за три дня именно школьники из Серпухова. Команда «Серп онлайн». Ане Боржаковой вручили специальный приз за написание лучшей статьи на форуме. По ее собственному признанию, работать было интересно, но не так просто. Конечно, было очень трудно. Особенно было трудно работать во время шума. Поэтому приходилось отходить куда-нибудь подальше, уходить в себя и писать. В последний день фестиваля, вот в этот день, меня настигло какое-то... Не знаю, как назвать это. Пожалуй, не так важно, что именно настигла Анна. Главное, что профессионально жюри признал ее работу лучшей. Ребята отметили, что участие в фестивале еще больше утвердило их в желании стать журналистами. Лучше чувствовалась вся непередаваемая атмосфера творческого хаоса и нехватки времени, которая превосходно пробуждает вдохновение. Время на слюте пингвинов-пера пролетело быстро и плодотворно. Один из дней фестиваля организаторы посвятили мастер-классам, на которых опытные журналисты передали ребятам свои профессиональные знания. На фестивале было круто! В Серпухове сегодня стартовала спартакиада трудящихся по шахматам. В первом бою за победу сразились 7 команд по 3 человека в каждой. Состязания будут продолжаться 2 недели. Всего за шахматные доски сядут более 60 игроков. А на сегодня это все новости. Не забывайте, мы есть в сети интернет. На нашем сайте otv-defis-media.ru И на официальном сайте администрации города. Всего доброго и увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова